Земельный участок. Что на нем можно построить? Пошаговая инструкция. Прежде чем начать строительство индивидуального жилого дома, нужно учесть ряд законодательных требований. В первую очередь стоит обратить внимание на земельный участок, на котором планируется возведение. Что следует про него знать? Можно ли построить на нем несколько строений и какие документы стоит подготовить? Об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Как и при строительстве дома, так и в плане законодательства, начать нужно с основы обязательно установить, на каком праве вам принадлежит земельный участок и какая категория земель и вид разрешенного использования на него установлены, чтобы в последующем не возникло проблем при регистрации права собственности на дом. Земельный участок должен находиться в собственности. Что же касается категории земель и вид разрешенного использования? Их можно проверить, заказав выписку из ЕГРН на сайте Росреестра, либо в МФЦ. Помните, что допускается строительство наземных населенных пунктов и с такими видами разрешенного использования, как для индивидуального жилищного строительства ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, приусадебный земельный участок, ведение садоводства. Один участок, один дом. Еще необходимо отметить важное ограничение. На земельном участке с одним кадастровым номером можно построить только один жилой дом. Однако помимо него на той же земле могут располагаться баня, гараж, сарай и прочие подсобные строения. Если вы хотите построить второй дом, земельный участок необходимо разделить на две части. При этом противопожарные и иные ограничения, о них ниже, должны соблюдаться в той же мере, как и если бы оба участка принадлежали разным собственникам. Куда обращаться? Следующий шаг – уведомление о планированном строительстве. Направлять его нужно в орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство. К примеру, в Москве подобными вопросами занимается комитет Государственного строительного надзора города Москвы. Отправить уведомления можно лично или по почте. В столице это также возможно сделать через официальный сайт mos.ru. Что указывать в уведомлении? Фамилия, имя, отчество при наличии, место жительства, застройщика, то есть ваши, реквизиты документа удостоверяющего личность для физического лица, кадастровый номер земельного участка при его наличии, адрес или описание местоположения земельного участка, сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок при наличии таких лиц, сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, объекта ИЖС или садового дома. Сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома в целях строительства или реконструкции, которых подано уведомление о планируемом строительстве. Высота, количество надземных этажей, площадь застройки, суммарные поэтажные площади в габаритных, наружных стен всех существующих и планируемых к размещению в земельном участке объектов капитального строительства. Фактический коэффициент застройки, фактический коэффициент плотности застройки, в том числе об доступах от границ земельного участка. И сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты движимости. Почтовый адрес или адрес электронной почты для связи с застройщиком, то есть с вами. Способ направления застройщику уведомления. В случае подачи заявления вашим представителям к уведомлению прикладывается также доверенность, когда ждать ответ. В течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган проводит проверку указанных сведений и направляет уведомление о соответствии и допустимости разрешения объекта, либо несоответствии или недопустимости размещения объекта. Здесь полезно знать, что в случае положительного решения, то есть получения уведомления о соответствии, можно сразу приступать к строительству. При этом помните, что срок действия этого документа 10 лет. Кстати, если после направления уведомления о планированном строительстве вы изменили параметры объекта, необходимо проходить данную процедуру заново. Какие еще документы необходимы? Разрешение на строительство, следовательно и градостроительный план земельного участка ГПЗУ для строительства жилого дома, садового дома, хозяйственных построек на садовом и земельном участке, а также для строительства объектов ИЖС получать не требуется. Однако, я рекомендую все же получить ГПЗУ, поскольку в нем содержится информация о том, где возможно разместить объект с учетом установленных норм и правил. Тем более, это абсолютно бесплатно. Сроки изготовления этого документа составляют 14 рабочих дней с даты подачи заявления в органы местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, либо в МФЦ. В Москве указанную информацию предоставляет Комитет по архитектуре и градостроительству по городу Москве. Срок действия ГПЗУ – 3 года. О чем важно знать? Документы документами, но при строительстве дома необходимо учитывать установленные ограничения, которые закреплены с НИП. Номер его я оставлю в описании под этим видео. Отмечу основные из них. Дом не должен состоять более чем 3 этажа. Допускается высота дома не более 20 метров. Вы обязаны соблюдать минимальное расстояние до границ соседнего земельного участка. От жилого строения или дома – 3 метра. От постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра. От других построек – 1 метр. От свалов высокорослых деревьев – 4 метра. Среднерослых – 2 метра. От кустарника – 1 метр. Жилое строение или дом должно отстоять от красной линии улиц от границ участка не менее чем на 5 метров. От красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. Должны быть учтены противопожарные расстояния, которые зависят от используемых в строительстве материалов. Земельный участок должен быть оборудован инженерными коммуникациями. Что делать после завершения строительства. Далее вам необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана объекта, обязательно в бумажном варианте и на диске. Кроме того, не позднее одного месяца со дня окончания строительства нужно направить уведомление об окончании строительства в орган государственной власти или местного самоуправления. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в Москве – Комитет государственного строительного надзора города Москвы. К уведомлению об окончании строительства прикладывается технический план. Если планируется долевая собственность, то соглашение о долях, а также квитанция об оплате за регистрацию – 350 рублей. В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган проверяет соответствие параметров по документам, осматривает объект и отправляет уведомление о соответствии или несоответствии построенных объектов. После получения уведомления о соответствии построенного объекта необходимо сдать документы в Росреестр для кадастрового учета и регистрации права собственности. После регистрации вам выдадут выписку из ЕГРН, которая будет подтверждать право собственности на построенный вами объект. О важности технического плана и правовой лазейки. Обращаю ваше внимание, что до 1 марта 2021 года зарегистрируют право собственности на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, возможно лист на основании технического плана. Если право на земельный участок не зарегистрировано, потребуется еще правоустанавливающий документ на земельный участок. Таким образом, уведомление о планируемом строительстве и об окончании строительства не потребуется. Если что-то пошло не так, в случае несоблюдения установленного порядка строительства, а также в случае строительства с нарушениями градостроительных норм и правил использования земельного участка, Такое строение считается самовольной постройкой, статья 222 Гражданского кодекса. Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с установленными параметрами. На нее не возникает права собственности, ее нельзя использовать, также распоряжаться ей иным образом. Впрочем, признать право собственности на такую постройку можно в судебном порядке. Но опять же, если только на указанном земельном участке допускается строительство, а также если постройка соответствует установленным требованиям и не нарушает права и охраняемые законом интересов других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!